Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работать с текстами пророчества. Сегодня мне бы хотелось записать видео-послание для новоиспеченной гадалки или прорицательницы. Зовут ее Ирена. Она рассказывает о грядущем царе, она рассказывает о женщине-мессии, конечно же, себя позиционируя этой дамой. Дорогие девушки, дорогие женщины, не верьте в ложь о том, что мессия или грядущий царь будут иметь отношение к колдовству, к магии, к гаданию. Никоим образом. Вспомните пророчество Нострадамуса. Вне храма злоба, тот вестник от Бога, хоть на сказку, похоже, немного. Что еще говорится, какая конкретика есть у Нострадамуса? Дама изложит закон вездесущий. Труд, но славянами принят завет. Если слово Мессия, мы находим Бога духовенных текстов, то где вы должны искать, на каком поприще этого человека? Разницы нет, мужчина это будет или женщина. Конечно, это человек, который будет работать с Богодуховенными текстами. Давайте послушаем. Но прежде чем послушать, я хочу все-таки вынести сразу вердикт. О гадалках я вам уже зачитывала цитаты. Итак, глава 21. Откровение Иоанна Богослова. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех влжицов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Где ваша участь? Правильно. В озере. В каком? В огненном. Потому что любой гадатель – это человек, который является идолослужителем. Человек, который служит Богу, он оглашает, конечно же, заповеди и законы Бога. Но никак не какую-то подобную бредятину, о коей говорит эта дама. Давайте послушаем. Она рассказывает о трех языческих богинях. Что такое язычество? Язычество – это мифология, это выдуманные персонажи, у которых есть определенные характеристики. Вот это, да, он будет похож на этих богинь. Ну, одно скажу. Добрая она точно не будет. Хотя говорят о доброте матери. Добрая она будет с добрыми. А вот злой она, я думаю, и такой вот воинственный будет со всеми лжецами. То же самое могу сказать о грядущем царе. Ну что, посмотрим видеоматериал. Итак, ей указали якобы свыше на трех языческих богинь. Ну, вы знаете, что Иисус Христос всегда боролся с язычниками. Поскольку язычники – это люди, которые не веруют в Бога. Нет у них веры, это беззаконники. Не знаю, сразу предупреждаю, не знаю почему именно эти богини. Но их мне указали. Значит, конкретно эти богини имеют связь с нашей мессией. Итак, Фрея. Фрея имела волшебное соколиное оперение, дающее способность обращаться птицей и путешествовать по всем девяти мирам. Интуиция Фреи соединяется с физическими ощущениями. Фрея – это королева подземного мира, грозная воительница, жесткий характер, сердце мягкое и нежное, женская независимость. Фрея – покровительница колдовства и ворожбы. Фрея олицетворяет чувственную сферу жизни человека, эмоции, желания, настроения. Итак, вы прослушали характеристику первой богини. Это богиня колдовства и ворожбы. И она должна быть связана с мессией. Какой тонкий навек на толстые обстоятельства. Все прекрасно, вы понимаете. Значит, мессия должна быть либо колдовкой, либо ворожей. Послушаем дальше. Богиня Дивана. Дивана – неординарная богиня славянского пантеона. Сочетает в себе черты защитницы, судьи, матери и воина. Страшное наказание ждет людей, тех, кто уничтожает природу и животных ради развлечения. Богиня Дивана – защитница зверей. Справедливая, мудрая, храбрая воительница. Многие, кто с ней сталкивались, называли дерзкой. И третья богиня – богиня Макош. Макош символизирует женское начало. Предопределяет судьбы людей. Имеет способности к колдовству. Макошу славян считалась богиней плодородия. Это богиня всей судьбы человеческой. Великая мать. Жена бога Велеса. Макош знает прошлое, настоящее и будущее. Знает тайну судеб, тайну прежних жизней и новых воплощений. Макош покровительствует материнству, плодородию. Макош – женщина, и поэтому очень изменьчива. Может принести и радость, и горе. Может и награждает, милует. И награждает она только сильных духом. Макош – всеведущая мать. Отлично. Прослушали еще характеристику двух богинь. И у третьей, у Макоши, мы обнаруживаем что? Что она богиня колдовства. И мать. Богиня плодородия. Правильно, мы же ждем мать мира, поэтому нужно как-то связать все эти термины. И, конечно же, вторая богиня – это богиня из славянского пантеона. Ну, мы же славяне. Так вот, запомните, колдовкой ваша мессия или грядущий садь не будет. Ни мужчина, ни женщина, которые идут от бога, не будут заниматься столь мерзостными делами. Я вам сейчас напомню еще одно пророчество. Это у нас Таразаконие. Таразаконие. Глава 13, стих 10, 11, 12, 14, 15. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, то есть колдун, обаятель, то же самое, вызывающий духов, то есть это тот человек, который работает с мертвыми душами или духами, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Куда? В озеро огненное. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. Так у нас война-то не просто так. У нас половина вот этих вот пустословов сидит на Украине, половина в России, половина за территориями славянских государств, в отшельничестве из-за войны. Так вас, оказывается, тех, кто изгнаны, изгнали за что? За то, что вы гадаете. А народу Божьему что Бог дал? Кого должен слушать народ? Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Это у нас цитат про Иисуса Христа. Но Иисус Христос сказал, что придет утешитель, который от него возьмет и нам даст. Все очень просто. Слушаем дальше. Я вас ознакомила с тремя богинями. Я не вдавалась в подробности конкретно вам дать описание именно богинь полностью, что значение их, потому что это долго рассказывать. Я подобрала только лишь то, что соответствует мессии. Так, подобрала? Правильно говорить, подобрала. Или указали? Ну, что, мои дорогие, я вам скажу. Когда сравнивают характеристики мессии или черты характера мессии или грядущего царя с какими-то языческими богинями и богами, женами Велеса, который не является нашим богом, то, в принципе, речь идет о лжи. Вам просто-напросто нагло и красиво в рот. Ирена, вам лучше исчезнуть с нашего информационного поля. Иначе ваша игра заведет вас в гиену огненную. Всего вам доброго. До следующих встреч. Продолжение следует...